Депутаты городского маслехата вновь вышли в рейд. В этот раз в центре их внимания были проводимые работы по подготовке города к отопительному сезону. В этом году из бюджета было выделено более 600 миллионов тенге на замену аварийных участков тепловых сетей. Жильцы действительно в этом году последний раз они пострадали. В следующий год они будут всегда уже с горячей водой и с нормальными условиями. По улице Нуркена-Абдирова было заменено 1200 метров труб. Подрядчики продолжают вести работы, но обещают 26 сентября все закончить. Если она сухая, то она пролежит 30 лет своей. Если она будет в воде, а у него аварийных тепловых сетей не будет, но будет, поводковая вода, которая ливневая называется, и она придет сюда в любом случае. Она находит дорогу по каналу. А канал готовый, вот он, пожалуйста. На сегодня проведена замена трубопровода аварийных участков тепловых сетей в объеме более 27 километров, что составляет 80% от запланированного. Из более полутора тысяч дефектов ликвидировано более тысячи. На территории микрорайона «Орбита» тоже ведутся работы по реконструкции магистральной теплотрассы. А вот в конце «Орбита» вскрышные работы проделаны, но на том и приостановились подрядчики. Только при появлении депутатов Маслехата одиноко заработал бульдозер. Две 600-ки, одна вообще была уже вырезана и выброшена, и только по одной 600-ке был отток воды с Северо-Востока. Сейчас мы эту реконструкцию уже улучшаем, гидравлические режимы и для «Орбиты», потому что проблем много было и с «Орбитой». И, в принципе, улица Университетская, Язева, Карбышева, самые последние улицы, они уже будут в более нормальном гидравлическом режиме, именно благодаря тому, что проведена будет реконструкция. Специалистами теплотранзита, кроме всего прочего, ведутся работы по приемке систем теплоснабжения жилого фонда, объектов здравоохранения, образования, соцкультбыта по подготовке их к отопительному сезону. Проделана большая работа, заменены лотки, практически на 80% сделано завершение работ, что характерно отметить, конечно, были доставлены неудобства для жителей улицы Гоголя, но пообещали работники, что до 26 числа уже будет полностью включена система. После проведения работ, как обещают тепловики, привычного болота на «Орбите» больше не будет. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский.